всем огромный привет добро пожаловать на мой канал сегодня наверно начинаю новый влог я сейчас ездила по делам у нас сегодня понедельник вот у меня задержка выходит видео но мне нужно еще время на монтаж значит ездила я по своим делам и короче то так торопилась так торопилась забрать ребенка со школы а он оказывается у меня сегодня что-то я все перепутала короче в итоге да а я так торопилась девочки что я из-за и младшего рано в садик было мы обычно приходим 4 там не в 9 часов вот хотя надо к 8 приходить вот а сегодня отвела его к 8 и короче в общем торопилась торопилась и в итоге у меня время целый час свободный вот ну я решила сегодня пойти схожу сегодня понедельник как раз фамилии по карте постоянного покупателя скидка 7 процентов по понедельникам и вот я решила схожу как раз прогулять вообще мне надо купить не лайки мне надо купить топ верхнее покрытие это мне гель гель лаки вот но в общем зайду куплю верхнее покрытие еще меня на тетрадь купить по английскому сыну что-то еще надо было прогуляясь фамилия хочу посуду посмотреть так что возьму вас с собой ну я сразу решила чтобы не терять времени много пойти в магазин буквоед и мне нужно было там какая-то рабочая тетрадь не рабочий тетрадь а в общем какая-то тетрадь для заданиями по английскому языку для моего старшего сыночка в общем ну и немножечко просто я побродила по этому магазину потому что я его очень люблю я наверное люблю не конкретно буквоед да это я сейчас нахожусь буквоеде а именно вот сам книжный магазин где продаются всякие вот такие мелочи какие-то ручки блокнотики книги и вот этот вот запах новых книг я не знаю но я просто реально вот релаксирую наверное в этом магазине единственном буквоед очень дорогой магазин по сравнению с другими интернет-магазинами меня привлекла кстати вот эта игрушка киса смотрите какая она прикольная но цена ее конечно ну на мой взгляд вообще не прикольно вот 1200 поэтому мне не нужна такая киса вот но здесь еще можно найти всякие игры вообще здесь можно я как для себя поняла да можно прийти вдохновиться скажем так и заказать на других сайтах то есть на том же озон на том же вальпер с или на том же лабиринте кстати на лабиринте дешевле всего получается даже дешевле может быть на зоне еще подешевле есть вот то есть что-то посмотреть и заказать подобная на других интернет-магазинах скажем так, у Баквоеда, кстати, тоже есть интернет-магазин, но цены здесь, конечно, да, несмотря на то, что там есть карта постоянного покупателя, все равно цена очень, на мой взгляд, прям очень завышена, вот, то есть даже простую ручку там задешево не купишь в этом магазине, вот, но люблю этот магазинчик, люблю очень, не знаю, прям вот прогуливаясь здесь, уже зная каждую полочку, но все равно хожу. Здесь я уже в магазине фамилия появились новые вот такие, вообще написано, что это Украина производства, но я сомневаюсь, потому что Украина же ничего не поставляет нам, вот, ну, не знаю, вот такие вот еще стаканчики мне понравились, единственное, что ну, их использовать на каждый день нет, потому что они стоят почти 1800, и так как мои разбивают, я не решилась такое взять. Вот такой зайка мне еще понравился, но я его так и не взяла, не знаю, как-то не придумала, куда его поставить, поэтому решила, что брать не буду. Вот, тут тоже я люблю магазин фамилия, потому что здесь, знаете, это как не знаю, рынок, наверное, большой, то есть здесь нужно реально копаться, ковыряться, я бы так даже сказала, чтобы найти какие-то такие достойные вещи, и бывают здесь очень прикольные вещи. Вот мне понравился вот этот горшок, тоже было написано, что производство Украина, я не знаю, насколько это вообще правда или нет, хотела его взять, но нашла вот такой скол на крышке, стоил он 999 рублей. Очень жаль, я бы его взяла с огромным удовольствием. Ну и баночки, которые я в прошлый раз тоже приобретала, уже таких больших, как купила я, нет, остались только маленькие, различные контейнеры, вот такая баночка еще, ну не знаю, знаете, я прежде чем что-то купить, я всегда думаю, куда я это поставлю, или что я в этом буду делать, или что я в этом буду хранить, чтобы не покупать много лишнего. Вот такой мне еще понравился контейнер, 799 рублей, крышка из бамбука, я не взяла только потому, что крышка из бамбука, ее нужно будет мыть вручную, и, ну не то, чтобы не лень, да, но не хочется себе добавлять еще дополнительной работы домашней. Вот такая бутылочка, эта бутылка просто для воды, хотя мне кажется, что можно хранить, наверное, и сливки, не кисни написано, но пластик такой хлипенький, я бы сказала. Вот, и всякие различные тоже вот эти коробочки, которые я очень люблю, всякие системы хранения, но опять же, я покупаю только в том случае, если я знаю, что конкретно я туда буду складывать, потому что, ну, не хочется, знаете, вот просто так купить, лишь бы купить, я так стараюсь не делать, хотя бывают у меня такие покупки. Также здесь есть различные швабры, в общем, ну, мне ничего такого не надо было. Ну что, приехала я домой, зависла в лаках, зависла в фамилии, как обычно, хотела там еще больше посмотреть, в итоге только до посуды дошла, потому что я, как обычно, опоздала к сыну, то есть он меня еще в школе 10 минут ждал, то есть я приехала пораньше для того, чтобы опоздать. Прямо в моем стиле. Вот, давайте сейчас покажу, что купила. У меня девчулечки мои радуются. Мама приехала. Во-первых, я купила вот такую миску. Вообще у меня мисочки всякие, знаете, там для смешивания, там фарш, когда делаю, все остальное, они у меня все пластиковые. И, ну, в общем, некоторые из них уже давненько пора выбросить, а я, как всегда, все, в общем, когда монтирую видео, обычно мне позорно. Вот. Ну, хотя показываю, как есть. Жучка моя тоже. Вот. Но, в общем, купила вот такую миску. Здесь, видите, два с половиной литра. Можно ее даже ставить в духовку, разогревать, посудомойку. Вообще супер. Все, что мне нужно. От 150 до минус 20. Слушайте, она вообще супер. Два с половиной литра стеклянная. Класс. 349 рублей. И сегодня, как я уже говорила, была скидка 7%, то есть минус 7%. Вот. Очень мне понравилось. Я бы взяла такие две, но она была одна. И здесь вот такие вот ручки. На самом деле, мне кажется, действительно, можно что-то такое запечь. в духовке в ней. Вот. Но я вообще ее брала для того, чтобы там блинчики, да, делать тесто, там фаршик, ну, что-то такое. В общем, вот. Это фамилия. И фамилия я еще набрала вот такие вот всякие блокнотики. Во-первых, здесь у меня... Это я купила цветной картон сыну в школу. Вот. Смотрите, он стоил всего 99 рублей. Здесь два листа белого, шесть мелованной бумаги и шесть мелованного картона. В общем, супер. Ему как раз нужно в школу. И купила... Вот у меня муж тут оказывается бедняга. Вот. Купила блокнотики мужу. Один вот такой. Здесь просто чистые такие. На самом деле, они такие немножко желтоватые листы. Вот. Которые можно отрывать. Он такие любит у меня блокнотики. Вот. Тоже ему для записи всяких. И вот такой вот. Так. Сколько стоит блокнотик? Давайте сразу покажу. 199 рублей минус 7%. Вот. И вот такой вот еще скетчбук. Но вообще-то для рисования, наверное, да. Вот. Тоже нелинейный. Тоже можно здесь вот отрывать. И идет вот такой. Мне очень нравится. Вот прямо на самом деле бумага такая. Вот. Кто любит рисовать сейчас вот я, чтобы не на солнышке, чтобы было видно. Вот это самое то. Потому что бумага очень-очень такая плотная. Просто без линейчек, без всего. Ну, в общем, мой муж, конечно, не рисует. Но ему отлично. 249 рублей минус 7%. Скетчбук. Перфорированный дизайн. То есть это... Ну, я так понимаю, что вот эти скетчбуки, да, это для тех, кто любит рисовать. Ну, в общем, муж не рисует, муж пишет, но тоже пойдет. Ну, и, конечно же, себе. Куда я без себя, да, взяла вот такую вот тоже себе. Это тоже скетчбук. Опять скетчбук, да, правильно. 199 рублей. Но я не рисую, да, мне для всяких записей. Я обожаю сейчас на солнышко. Я люблю вот такие. Смотрите, здесь вот такие фиолетовые, оранжевые, желтые. Вот. Но я люблю вообще. И тоже очень плотная бумага. Вот для тех, кто рисует. Вообще супер. В общем, 199 рублей. На плюс тут такая кисонька хорошенькая. Потом вот такие вот маленькие блокнотики. Мне тоже, чтобы в сумку класть. Потому что я обычно выдираю отсюда. А здесь сразу, чтобы у меня было все в одном месте. Чтобы ничего не потерять, не забыть. Вот этот маленький стоил 69 рублей блокнотик. И вот такой вот 89 рублей. Сейчас я его открою. Это тоже скетчбук. То есть для тех, кто любит рисовать. Формат А6. Смотрите, маленький такой вот. Прям очень плотная бумага, как альбом для рисования. Класс. Мне очень понравились вот эти такие блокнотики. Вообще я шла за базой и за топом. Точнее, даже больше у меня закончилась база. Топ у меня еще там чуть-чуть, чуточку совсем есть. Но сразу же думаю, возьму и топ в том числе. Куда же я без цветных лаков? Вот не взять цветной лак какой-нибудь. Это же вообще, я не знаю. Я обожаю вот эти вот InGarden. Они очень густые. Они классные. Они не меняют свой цвет. Вот у меня сейчас тоже этот InGarden. Я помню, что я обещала вам заснять, как я буду делать маникюр. Вот как раз мы с вами сделаем. Только когда? Не знаю. Потому что я буквально недавно делала вот себе маникюр. Это у меня матовый топ сверху такой прикольный. В общем, взяла новенький вот такой у InGarden глянцевый топ без липкого слоя. И вот такой вот каучуковая файбербаза. У меня вот эта файбербаза от InGarden есть только молочная. Но она прикольная там под какой-то дизайн, если делаете. И я хочу, ну, хотела вот такой прозрачный. Я вообще люблю базами именно прозрачными пользоваться. Ну и купила, конечно же, себе три цвета. Два из них были по 200 рублей. Вот эти вот... Как произносится вот это? Забыла, короче. Вот эта марка тоже у меня есть лаки от нее. И, по-моему, база есть вот этой. Была база у меня вот этой марки. Ну, в общем, мне тоже она нравится. Но больше всего мне нравится InGarden. Единственное, что это очень густые лаки. Они реально могут в один... Их можно наносить в один слой. Они очень-очень густые, очень пигментированные. Их нужно хорошо просушивать. Плохо просушите, и у вас все... Ну, в общем, маникюр будет плохо. В общем, вот такой вот цвет. Он такой, на самом деле, розово-красный. Короче, какой-то вот. Вообще, я хотела розовый посветлее, но мне вот этот понравился, потому что у меня розовый закончился. У меня даже такое бывает, что лаки заканчиваются. Представляете? Вот. Но я увидела вот этот. Нет, он на самом деле не такой, не малиновый. Он более такой в жизни розово-розовый. Розово-красноватый такой. Ну, прикольный цвет. Мне очень понравился. Вот. Как раз им хочу сделать, наверное, маникюр. А вот эти были лаки по 200 рублей. Так, давайте я скажу цену. Тут у меня есть чек. Чек, как всегда. Так, смотрите. Вот этот лак, да, какой-то из них. Вот 200 рублей, да, или 190. 190. А, у меня же там еще карта скидок есть. Вот. Поэтому мне вот эти вот лаки, вот эти два цвета, вот эти, обошлись по 190 рублей. Дальше глянцевый топ 427, база 565 и 275. Это вот этот вот. 275. Вот. Давайте покажу тоже цвет. Вот эти уже менее плотные лаки. Они такие менее капризные в работе. Ну, по мне так, по крайней мере, заказала. Вот такой, смотрите. Он такой прям вот, не баклажановый такой. Я не знаю. Такой прямо, прям такой вот фиолетово какой-то. Фиолетово-красный. В общем, очень понравился мне вот этот цвет. Что это за цвет это? Ну, не баклажановый, да. Какой-то другой, короче. И вот такой синий. Ядреный синий. Причем вот этот синий, он с блестками. И вот этот. Нет, вот этот без блесток. А вот этот прям с блестками. Буду блястеть. Я очень люблю синего цвета лаки носить зимой. Мне очень нравится. Вот. В общем, вот такие вот у меня получились покупки лаков. Но у меня всегда. Пойду за пилочкой, накуплю 50 цветов себе. Вот. Такая есть у меня история. И, ну, я пользуюсь ими одна. Мне, конечно, цвета надъедают. Были бы поменьше бутылочки, было бы вообще супер. Ну, как бы ладно. Вот. И меня как-то спрашивали, заказывали, я на Алиэкспресс лаки. Нет, не заказываю. Ну, во-первых, и здесь я считаю, что недорого, да. Цветной лак. Ну, вот по 190 рублей купила на распродаже. Вот это 275. База и топ, они всегда дороже. Мне кажется, на Алиэкспресс, наверное, тоже. Не знаю, я не смотрела. Вот. И, ну, как-то я побаиваюсь с Алиэкспресс. Мне кажется, у них же нет определенных стандартов производства там и так далее. Я знаю, что у них там помады какие-то с ртутью и тому подобное. Поэтому я как-то вот с Алиэкспресс не очень. Так что, в общем, вот такие вот новиночки. Мужа немножко побаловала, да, девочки? Чуток побаловала. А то он у меня бедняга такой прям. Вот. Потому что я детям там покупала всякого. Он такой, а у меня тоже нету. Вот. Я говорю, ну ладно, зайду как-нибудь тебе куплю. Вот. Так что он у меня теперь больше не бедняга у меня. Вот. Так что вот такие вот покупки. Пошли с своими девчулями. С Левой. За. За кем? За кем мы идем? За Владом. Домики у нас такие красивые. Да. Перекопано все. Мы все начали делать. Да, у нас тут. Мы вчера это проезжали, а там. Дурогуешь. Да, у нас тут это канализацию делают по поселку. В связи с этим все перекопано, и надо обходными путями везде ходить. Да. Машины какие-то дела. В садик там все перекопано. Да, в садик не дойти за ребенком. Так что мы идем. Сразу два дела одновременно с Левой делаем. Поэтому мы решили пойти днем. Да плюс еще вечером. У нас сейчас так холодно. Не знаю, грозы в пять, наверное. Ну там девять было, что мы вчера поехали на поле и решили съездить на тридцать. Да. Хотя такое солнышко так кажется, что как будто так тепло-тепло. Да, на самом деле. На самом деле я иду в жилетки. Лева тоже в кофте жилетки. Да. В жилетке, в костюме. И так. Не жарко, я бы сказала. А вот это здание. Это, говорят, костел. Только он недостроенный и заброшенный. Такой красивый. Куда ты пошел? Мы же в садик идем. Лева попутался. Сейчас заведу ребеночка и брошу. Гуленый мы еще те. Я говорю, надо грибы искать. Лева. У нас тут вот так вдоль канавок вот этих вот грибы обычно растут. Где? Лева, это поганки. А куда я разбираюсь с грибами? Ну, только поганки мне находят, и все. Грибы не находят. Что, мне нужны белые подберезовики, подосиновики. Красота. Рябина. Еще в этом году очень много рябины. Говорят, будет зима холодная, когда много рябины. Не знаю, посмотрим, проверим, да, Лева? Домик такой красивый тут. Да? Такой в Европе. Правда, участок подняли, вот эти вот хозяева, таким образом, что на соседних участках будет стоять вода. Я не знаю, наверное, на метр-два. Мама, ты посмотри, как вы не подняли. Да, сейчас дойду, вам покажу. Там люди тоже живут, сажают картошку. Смотрите, видите, как подняли. Не на два метра, конечно, я вру. На метр точно. И с той стороны. Представьте, каково на этом участке резина получается. Так как у нас в Питере дожди, да, то это вообще не прикольно. Потому что не прикольно все будет вымокать. А там люди как раз картошку сажают. Андрей. Андрей, новенький мальчик. Ага. Забрали ребеночка. Ну, а где-то там есть это. Чего? Рисуночки. А твой есть рисунок? А? Твой рисунок есть? Да. Да, что-то я не вижу. Папа! 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 А, вот. Да. Вот. Красничек красивый. Что? Красиво. Такое у нас творчество тут. Покажи лягушечку. Вот. Покажи. Давай, сниму твою лягушку. Красиво. Тут еще где-то есть язычок. А, он сзади. Вот. Язычок. Здорово. Это не просто лягушечка. И он уже вот так вот одет. И вот так. А-а-а. Здорово. Что, долго мы? Пока оделись. Недолго. Девчули радуются. Алло, тут бедняга с ними. Давай. Скажи привет девчулям. Здорово. О, Даня. Так, ну что. А теперь время сделать вот это вот греческий йогурт. Значит, я сейчас собрала с огорода здесь у меня укроп и петрушка. Вот это у меня петрушка. Это кудрявая петрушка. У меня, получается, стояла ночь и день. Сейчас уже вечер. Вот. Вот в таком виде, да. Он уже такой затвердел. Там стал такой более твердый. И еще вот стекло немножечко у меня сыворотки. И сыворотки сейчас сделаем блины. Нажарим как раз на завтрак. Завтра вызвался у меня жарить мой старший сынок. Он как раз делал уроки. Так что сейчас мы вначале поужинаем. Потом будем жарить блины. Вот. А я сейчас вот это переложу в мисочку. И порежу зелень. Вкусно еще добавить чеснок. Но я не буду. Потому что у меня едят на завтрак. И так как всем в школу на работу и так далее. А с чесноком у меня есть никто не будет на завтрак. Поэтому я просто добавлю соль. И вот эту вот зелень. Может быть еще сухую зелень добавлю. Посмотрим сейчас. И вот такая вот у меня получается. Такое что-то наподобие творожного сыра. Зеленью я добавила сюда еще немножко черный перчик. И итальянских трав. Получается и соль немножечко. Получается она такая прям вообще обалденная. Просто очень вкусно. Как раз с утра на бутербродик. И не только с утра. Прям очень-очень вкусно. Вот у меня сыночек нажарил блинчики. Я замесила. Он тут жарил. У меня умничка. Такие немножко. Некоторые порвались у него. Но ничего страшного. Они все равно вкусные. Это на сыворотке. Это нажарили. То есть они обычные. Такие же по вкусу, как и на молоке. Что это будет у нас на завтрак. Ну и на такой вкусной ноте. На сегодня я буду с вами прощаться. Я надеюсь, вам понравилось такое видео. Оно было для вас полезным и интересным. Не забывайте подписываться на мой канал, кто еще не подписан. Всех люблю, целую. И до новых встреч.